Конечно, вот вы, хорошо, что вы не рады за православие, но только не тем, вы бы лучше в юбке оделись, в юбке вы оделись, вы служите меня, имя не служите, я вам говорю, в юбке оденете, слушайте внимательно, второзаконие, 22 глава, 5-7, Господь говорит, мерзок пред Господом Богом, женщина, которая одевается в мужскую одежду, и мужчина, который одевается в женское платье, мерзок пред Господом Богом, не одевайся в мужскую одежду, хочешь быть женщиной, оденься в женскую, что не понимаете даже, как только на подиум, вот они ходят, выступают, вот они в платьях все, как только на крещение, все в штанах, вот пожалуйста, женщина в юбке, она в юбке идет, а если не заболеет, то значит что, значит не повезло, да нет, не повезло, называется благочестивая жизнь, вот буду в штанах, а сверху одену юбку, это нормально, это нормально, конечно, это так, они, вот это, на вазе, и так они и делают, выпад есть, правда? Конечно, обязательно, вот это показывают, показывают старые фотографии, и там стоит вот эта, надежда, это, милетельный жена, и она стоит в юбке, в юбке, в юбке, еще вот так по лыжам, в гимназии, это 1800 какой-то год, катались в юбках женщины, и ничего, не жаловались, потому что знали, что так надо, так, ну давайте, будет жить благочестиво, там все остальное, почитайте в первую очередь, а там потом уже сладится, я думаю, выходите на наш сайт, если какие вопросы, там все эти вопросы вы решаете, вы думаете, первое, что ли, какое-либо, что ли? Вот это пророк, вот эта книга, это для вас пророк будет, если вы ее прочтете и покаетесь, то тогда придете к истинному крещению, вот как вот эти люди пришли, вот он, батюшка стоит, батюшка это, как Иоанн Креститель, который будет крестить Иисуса Христа, Иисуса Христа, Бога, крестил человек, который призывал к покаянию, первый перед ним пришел, еще Иисус Христос никого не призвал к покаянию, к покаянию это изменить свою жизнь, от греховной, от плохой жизни, начинать делать добро, а какое, вот тут все сказано в этих словах Евангелия, во-первых, бросить все смертные грехи, прелюбодействовать, курить, материться, пить водку, неправильно одеваться, неправильно говорить, не ходить в церковь, ходить в церковь же еще надо, не читать слово Божье, это все-все грехи смертные, которые не простятся ни в этом веке, ни в будущем Бога. Слава Христу! В Евангелии читайте все слова Иисуса Христа в вечной жизни. Хорошо. Не надо? Ну все. Бравославная церковь Иван Игорь Михайловича в стране бесплатно. Вот читайте все слова Иисуса Христа в вечной жизни. Бросайте курить, чтобы не покупаться в холоде. Пробую. Не расслабляйся. Моя. Хотя, ну, курить вообще нельзя ни в коем случае. Господь не простит, это нечестье называется. Ну, дадите. И здоровью вашу повредите, главное для Господа. Никакого здесь, никак Он к вам не может подойти, чтобы сказать, чадо мое, я пришел к тебе. Вещь, ты постоянно в этом грехе. Это грех. Причем, наверное, смерти даже. То, что вы говорили. Праздников вас. Праздников вас. Ну, пришли сегодня на крещение, как обычно мы приходим. Вот Настенька идет. Настя, иди сюда. И вот, получилась такая ситуация. Девчонка в нашей православной церкви. Пришла бесстапка совсем. Смотри, Настюшка вот эта. Пришла. А я говорю, Господи, Господь послал нам ее. Помощь наша. Мы ее не знаем. Мы знаем только заучь. Молодой человек. Нет, нет, не бойся. Вот, и вот знаете, как получилось. Я говорю, поснимай шапку, подевай, девчонки. Я говорю, во славу Божью. А рады так, что помогли. Я настолько рада, да, Настя, что вы... Ну, я что хочу сказать к делу ближе. А Игнатий Тихоновичу Тлапкине хочет сказать большое ему сердечное спасибо. Понимаете? Ну, за все, что он... За то, что он есть. Понимаете? За то, что он спасает нас, наши души. Жаль, что, конечно, поздно узнали его. Жизнь прошла. Через него Бог спасает. Жизнь прошла, мы его не знали. Хотя жили-то... Мы на Анатолии, он жил, а не видимо. Ну, так, по идее, да? Не знали, в школу бегали, не знали, что такой человек. Ну, я видела, он ходит всегда, там, в сапогах у Кирзова. Знала, что человек необычный. Но не знала, что он настолько, настолько силен, настолько мощный. Понимаете? Вот этого я не знала. И вот, благодаря интернету сейчас... Ну, я человек уже пенсионерка. Хотя я такая, ну, так сказать, пенсионерка, да, такая еще уважаемая, можно сказать. Но, тем не менее, все-таки уже на пенсии. Хотя так начинаешь об этом думать и думаешь, не ушли, правда, уже 55, да? Вот. Но, тем не менее, сейчас есть время, да, вот в интернете я выхожу и смотрю. Каждое утро я стою полпятого. Ну, Латкинса встает 4.40, но немножко не догнала. Вот, стою полпятого. Прости. Вот. И слушаю. Понимаете, вот это сейчас новая рубрика, отвечая на вопросы. Вот, да? То есть, понимаете, настолько я, ну, я сразу смотрю 3-4 ролика. Сразу 3-4 ролика, и моя любимая тема – это разговор с Кайф. Я, понимаете, я просто его глотаю. И вот, знаете, вот вчера была такая ситуация, я захожу в киоск, купить там морковь и швекла, получилось, я там, ну, живу на чайфе, ну, и там мусульманка торгует. И, знаете, так получилось, разговор совершенно интересный с ней, с мусульманкой. И получилось то, что я знаю то, что Затихович говорит о мусульманах, да? Мне было ей что сказать. Понимаете, мне было что сказать мусульманке, да? Как Владимир Тихонович говорит, что… Ну, я сразу вспомнила вот это из Библии, как он говорил про, как он называется, я скажу, Абраам и Сара, да? У них родился сын Исмаил, да? А потом родился через 8 лет законный сын Исак. И вы понимаете, я мусульманке это рассказываю, она так смотрит на меня, да? Я говорю, да мы с вами братья по отцу, у нас матери разные. Она не пытается говорить, нет, по нашему учению, по Корану у Исмаила отца не было. Я говорю, как не было? Я знаю, что было. Я начинаю ей рассказывать, я говорю, я стою и рассказываю, есть человек, который знает Библию, совершенствует, знает Коран, Сура и Ят, он так на меня. Да, на меня еще православная, называет такие слова. Я говорю, и он это все в слове святи Библии говорит, понимаете? И ей было мусульманке, у меня интересно послушать. Я говорю, пророк Мухаммед родился 570 лет назад. Она, видимо, сама этого не знала. Понимаете? Но она так смотрит, удивительно, она не может мне ничего сказать. И она, мусульманка, стоит меня, вы понимаете, слушает. И я вышла, думаю, Господи, а хотела ехать до этого на новый рынок. И Господь не пустил, трамвая четверки нет. И я вышла, думаю, ну вот видите, мне было что сказать, да? И разве сейчас, вот в такое время, в котором мы живем в серьезных испытаниях, христиане-мусульмане, да, и мы были на одной волне, да? Не только как женщины-матери, но и как люди верующие, да? У нас не возникло разногласий, понимания, интересы друг к другу. Разве то, что вот я это слушаю каждый день, не только для себя, я несу это людям. Я проповедую, не могу. Понимаете, я иду, я где иду, там проповедую. Понимаете, и это все благодаря Игнату Тихничу, вашей команде. Переживаем за Никиту. Знаете, вот так смотрю за него. Все там придет. Вот. За Володю. Молюсь, только знаете, каждый день, думаю, Господи, чтобы только никакая сволочь им не навредила. Навредят, пытаются. Понимаете? Вот только смотрю и молюсь, думаю, Господи, чтобы только никакая сволочь не навредила. Вот за это молимся. Каждый день. Ваши молитвы чувствую. Любим вас. Где можем рассказывать? Но говорим осторожно. Понимать, не так, что вот, вот, вот девочка, видите, вот она ходит в Покровске. Покровске, да? На щенец, вот в дежурке. Ну, это все платье скидывает. Какая? Никакая. Вот девочка, шапочка. Якова. Она ходит в Покровске. Да, и батюшки все знают. Ну, вы понимаете, нет человека, который по-матерински вот так вот встряхнет и скажет, Настя, так не делай. Настя, будь осторожна. Видите, человек беззащитный. Она ходит в храм, да? А нет человека, который просто по-матерински, по-граждански скажет, будь осторожна в этом мире. Она, видите, беззащитная, доверчивая. И вот кто хочет, так, как говорится, ее и любит по-своему. Вот. И поэтому я сегодня не спрашиваю. Не я, Юля. Говорит, а вы, Гладкина, знаешь, я говорю, осторожно. То есть будет, она ходит в Покровске, она приверживается Покровского храма. Ну, слава Богу, что ходит туда. И она сразу говорит, да нет, я не слышала. Я говорю, ну как, не слышала. Она, ну, договорят, что он там, на мне сказали в храме, в этом, в Покровском, что он старовер. Я говорю, да, ну, у него были родители староверы. Но, на самом деле, никогда староверам вера умерла. Он православный человек. Он, насколько я знаю, что он обратился, да? Когда обратился там в 63-м году, в сентябре, да? Да, ну, вот это. Я много говорю уже. Интересно. Я уже понял. Вот. Ну и конечно рады, счастливы, рады тому, что люди со всего мира к нему пишут, понимаете? Ну это и авторитет его, конечно, это очень важно, что люди здесь, в городе, меня просто, что по-человечески меня возмущает, я бы сказала даже, возмущает, наверное, такое слово было бы лучше, возмущает то, что 700 тысяч жителей города, 700. Мало того, что здесь мало, мало, да, но не знают о Лапкине, вы понимаете, как они ущемлены? Но сказать им просто прийти вот так вот прямо, верьте, верьте, да, в Лапкина, они сразу начнут убегать. Это психологически, да, вот я как женщина, как мать, я понимаю, что он так, вот со своей позиции. Надо говорить осторожно, надо говорить очень осторожно людям. Не так вот, как, допустим, уеговисты подбегают на остановки, да, и начинают меня, и я начинаю отрицать. Да, человек не всегда готов принять, нужно, ну это мое мнение, чтобы такое дел, такое, вот, как сказать, ну, великое, сказать, послание, да, я так назвала, человеку другому передать, это нужно понять, в каком он состоянии. Сегодня надо ему, может быть, завтра прийти. Ну, мое мнение, понимаете, люди не всегда готовы. Ну, я так это вижу, понимаете, с педагогической какой-то своей внутренней. Вот она, Настенька, пришла. Почему? Нет, 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 не обязательно. Не обязательно, не обязательно. Почему? Всем, Господь сказал, пришел, чтобы он, Господь пришел, чтобы всех спасти и в разум истины привести. Всех. Ну, понимаете, мы присоединяемся к вам вот так виртуально. Как мы, наставники, а вот мощные наставники, вон они там все, 80 там стоят. И там, 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 и там. Это нам не подходит, и слишком такое-то. Нам не подвезешься. Вот дело все в том, что сектанты даже с нами, вот местные, не хотят беседовать из-за него. Да, они боятся. Но они только сказали, что из общины Лапкина. И все сразу раз на цырлы уже. Вы знаете, это проблема этих людей, это проблема не Лапкинца. А начиная с ними, когда беседовать, они, да, заканчивают там, где бы надо начинать только жить, они начинают жить. Хотя, Евангелие, они стараются места точно говорить. Но они их иногда не понимают, а иногда некоторые замалчивают. Кстати, как и наши священнослужители. Когда Господь говорит, из вас самих, апостол Павел говорит, собрал их в Ефесе, это деяние 20 главы, говорит, из вас самих, показывает на священников, восстанут лютые волки, не щадящие стадо священников. Да, и вот они когда-то должны были восстать. Я эти камеры разовею, понял? Вас? Да не бойся, ты с нами. Ничего, это не грех. Ничего страшного. Не грех, ты грех, кто-то сделал с тобой, понимаешь? Грех, что внутри, а что снаружи. А то, что ты безгрешная, мы тебя знаем, ты не переживай с тобой. Никто не без греха, как Бог. Да, да. Как бы не переживай. Это правда. Никто не без греха. Она девчонка подкованная. Просто, понимаете, она в этой жизни не сложная. Учить, нравоучения-то много, а реальной поддержки нет. Реально нету, да. Да. Много есть, которые вот то, то сказать. Но часто из-за того, что человек сам не допускает. Она еще слишком молодая. Дело все в том, что Господь говорит, вы должны проявить вжертву общения. Значит так, 1 Иоанна, 1 глава 6 стиха написано. Если вы ходите во свете, как Он во свете, то имеете общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, 7 стих, Господа нашего, омывает вас от всякого греха. Общение друг с другом еще иметь надо. А если нет общения, все, нет уверенности. Демоны нападают сразу же, одного, все, они сразу укусят. Вот они даже вам, демоны, с таким трепенным чувством сердца, я смотрю, к словам Господа, и то внушили про штаны такую белиберду всякую. Да, мы для тепла. Хотя, если бы вы оделись в платье, я думаю, что любой бы сказал, мужчина, ну, глядя, как бы мужчина, как бы убрали, христианка сказал. А вот вы понадеваетесь, холомиды, и отсюда вот будете бабушкой, будете ходить вот в этих штанах. И вот это идут, и подходят две друг к другу, Игнать Тихонович Лапкин, наблюдая картину, на остановке, говорят, стою две, одна к другу, вот так подошли, и одна. Мария, ты? И я, Ильинична? Ой, я смотрю на тебя издалека и думаю, неужели я такая же, как ты? Мы будем над этим вопросом... Ого, 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 да чего же нас жизнь-то довела? Мария, я замерзла, я не могу, не могу над ней. Что ж, да, давайте работать, давайте, чтобы не быть бабшими такими, не казистыми. Будьте настоящими, настоящими православными проповедниками, до конца дней, как была Мария Бабдалина. Вот этот пример всем. Мам, смотри, смотри. Богородница, проповедница, какой-нибудь, да, ничего нельзя сказать. Музьяма не была. Ой, ничего не могло вам сказать. Это сложно сказать. Ничего мы не знаем, какая она была. А вот про Марию Магдалину точно знаем, что она была. Она написана апостол для апостолов. Вот так вот. Это Златоуст ее назвал. А представь, Богородица, она сама Матерь Божия, что тут говорить? Там у ней другая высота. У ней другая высота. Да, это понятно. Вот смотри, да, Игнатий Тихонович, знаете, как сказал? Он сказал так. А когда бы они были, скажите? Когда бы они были? А Игнатий Тихонович сказал, так, ну, с Пяйкина разговаривал с кем-то, говорит, да вы что, как-нибудь вопрос задает. А Игнатий Тихонович говорит, да вы что, какие дети? К ней, говорит, как к картине Ребранта, даже боятся притронуться. А вы хотите, чтобы Мари, Матери Христа, кто-то прикоснулся, да? Чтобы Бог допустил, чтобы Мари. У меня есть что сказать, да? Я слышу, что говорит Игнатий Тихонович, я быстро это себе. И все, я с людьми разговариваю, я уже, так сказать, уже стала, ну, эрудирован в этом плане. Я знаю, что ответить. Они как будто Евангелие не читают. Там же написано, она говорит, как это сие будет, если я мужа не знаю, как сие будет, если я мужа не знаю. Нет, у них такая версия. То есть, значит, у них где-то есть какая-то версия, что по другому какому-то Евангелию от Сатаны, там, конечно же, Рогатого. Нет, они рассуждают. Она познала, что ли, мужа теперь уже? Они рассуждают по Мирскому. То есть, если она Мария Христа родила, а потом она могла жить сегодня в Мирской жизни, понимаете? Если она родила, она там дальше, надо считать. Они не понимают, что она была святая. От Духа Святаго, от Духа Святаго. Им трудно это понять, Мирским, это не понять. А, Мирские вы имеете в виду? Мирским, а я не говорю. Я думал, сектанты. Мирские люди, с ними надо разговаривать, вот Евангелие ставить, вот читайте, что написано, а так ты это не объяснишь ничего им. Мирскими, я считаю, нужно быть осторожным. Народ, понимаете, он не настолько у нас плохой народ, вот вроде такие все как ежики, да? А то вы мирские, дело все то, что мирской человек, это мирянин. Ну, начинаешь говорить вот так уже, ну, где-то вот находишь какие-то кнопки, да? Лучше всего это получается, когда едешь в вагоне купе. Вот стоишь на остановке трамвая, он чужой тебе. И вот так его обойдешь, эдак, ну, независимо, я говорю, у нас народ страдает независимость, это национальная болезнь в России 20 лет, это патологическая независимость, друг от друга, понимаете, да? Независимость головного мозга, вот. Ну, с этим же человеком оказываешься в купе, да, вот вместе, тет на тет, один, допустим, и эта женщина тебе так откроется, что ты уже не хочешь даже этих откровений, но ты получаешь отличную жизнь, мне уже не надо, да? Вот, то есть нужна ситуация, то есть люди открыты в каких-то определенных условиях, но почему-то, когда они оказываются на улице, они в транспорте, в общественном, я не знаю, почему они хотят показать свою независимость, понимаете? И меня это очень, меня это очень настораживает, и я часто, у меня получаются конфликты в транспорте, и как раз из-за того, что я когда захожу, я хочу быть открыта миру. Ну, я захожу, допустим, сажусь к женщине и говорю, ну, какую-то ситуацию, ну, вот была у меня ситуация на новом рынке, ну, долго не было, трамвай четверка, ну, замерзло уже все. И вроде идет трамвай четверка новой, и стоит со мной женщина, мой возраст. И я от радости говорю, переполненный, говорю, четверка идет, и она, я так посмотрела на меня и отошла. Ну, я ее догоняю тогда, я говорю, а что, говорю, теперь в Барноле просто так говорить нельзя? Я говорю, я сразу вижу, что вы деревенские. Она говорит, откуда вы видите? А потому что деревенские, они люди, которые почему-то хотят скрыть свои корни. Вот я говорю, я городская, мне не стесняться, нечего, видите, я как с вами разговариваю. А вы уже закомплексовали, я вижу, что вы изделие. Она говорит, да. Понимаете? Вот что происходит в русской деревне, это отдельная тема, понимаете? То есть, вот я хочу сказать, наш поселок Затон, вон через мостик, да? Нет ни одного, понимаете, нет не то, что храма за 70 лет, да, сколько существовало, что советская власть и сейчас. Нет даже ни единой часовни. И я каждый раз, когда ехала по каким-то своим делам, я стою на остановке этого поселка Затон, а там смертность превышается, там онкология, там люди всплываются, там вообще. Хотя это центральный район города Барноле. И я всегда задаю им вопрос. Я, ну, как мирской человек, стою с ними, разговариваю, скажите, а почему у вас нет даже... Я говорю, почему у вас есть Затон, и даже нет, за все время не построили, даже часовник. И вы понимаете, и они на меня с такой агрессией матом даже кроют, говорит, нам она зачем? Понимаете, это простые Затонцы. Тогда я им так же отвечаю резко, я говорю, ну, вас не зря топят каждый год, Господь знает, кого топят. Ну, это, мне ничего не остается, как только такое сказать. И я не могу понять, почему, в чем причина, почему, ну, кому предъявите претензии, ну, может быть, я могу бы сказать, предъявите претензии к нашим священнослужителям, так сказать, почему поселке Затон до сих пор нет часовник. До сих пор. В Греции идешь через каждые 50 метров, через 50 метров. Это же маленькие вот такие вот, маленькие вот такие вот, часовники, да, дороги, там, даже на домах они ставят. И никого крест не пугать. Люди едут в транспорте в Греции, да, в транспорте, заходишь в трамвай, и люди крестятся. Я когда еду, крещусь у Покровского, вижу недоумение на лицах людей. Ну, когда я была моложе, мне было труднее это сделать, сейчас мне это проще. Теперь я более стала, кажется, сильна. Вы просто все поняли, что на самом деле есть, что это все реально. И неохота в аду гореть с бесами. Вы это осознали, неохота, неохота. Решим все тоже, вот иногда с дочкой поругаемся. Ну, я бываю тоже виновата. Я как мать беру винуцу на себе, то есть родители виноваты, дети не бывают виноваты. Я считаю, виноваты родители. Мы виноваты. И все, что делают наши дети, мы несем, сколько бы возраста даже они не были. Эта мать должна иметь мудрость материнскую, отец отцовскую мудрость. Только тогда дети будут в порядке. Когда эта мудрость нет душевной. Я, наверное, вам уже достала. Что-то почти, может, конечно. Настя, ну, чайком к тебе попай, детка. Спасибо, привет Лапкину. Да, короче говоря, можно говорить и говорить. Мы смотрим, мы любим. Переживаем все это. Я, то, что вот это вот, ну, у меня, которые смотрят, там, лапки, типа, что, бедности, да, там, у него вот это все. Люди не могут понять, для чего, ладно, это мои личные мнения, почему Игнатий Техович это показывает. Это же глубокий и глубочайший подтекст. Ну, я так думаю, что, да, вы же смотрите, да, я так живу, но посмотрите, насколько я выше, нет, ну, он так не говорит, он так не говорит. Это мы так, ну, люди, которые, как говорится, Бог открыл нам это понимание. Вот squadron мне это понимание открылось. Я понимаю, что то, что вот это вот сейчас и то, что он сам по себе, да, ну, это бездна просто, бездна просто в отношении вот к этому, то, что вот сейчас, мирскому, да. То, что он понимает, знает, чувствует, и, как говорится, ну, царствие небесное ему обеспечено, моё мнение такое. Нет, нет, но мы так думаем, мы так чувствуем, понимаете, наши чувства. Зачем мы говорим, вот, ну, чёрт, я буду стесняться высказать это. Правильно? Ну, всё, с праздником у нас. Побежали, девчонку поет чай, а то замёрзли. Из Кокровского спасаем.